Итак, здорово, ребятки! Сегодня мы будем вместе с вами обозревать вот такой вот классный реквизит, который называется Reload. Это у нас реквизит, разработанный ребятами из Joker Magic. Ну и, конечно же, я вам сейчас покажу, как выглядит данный фокус, потом кратко расскажу, как это всё делается. И, конечно же, вот такие вот и другие реквизиты от этих ребят вы сможете найти по ссылочке в описании. И если будете использовать купончик, я с обзора получу скидку в 5% на любой заказ. Итак, поехали! Для этого фокуса мы берём самую обыкновенную колоду карт. Попросим зрителя проверить эту колоду. Все у нас карты действительно абсолютно разные. Ну и давайте выберем для выбора зрителя вот такую вот карту, особенно. Мы сейчас это всё подснимем, даём зрителю перетасовать. И теперь попросим его сказать абсолютно в любом месте «стоп», например, здесь. И именно сюда мы возьмём и засунем нашего Джокера. И что теперь будет происходить? Мы будем смотреть ту карту, которая дотрагивается до рубашки нашего Джокера. Например, это у нас Туз Крести. И что мы сейчас делаем? Мы подснимем несколько раз карты. Отложим Джокера и щёлкнем пальчиком. И у нас Туз Испарится. Не верите? Давайте посмотрим. Мы подаём зрителю посмотреть колоду несколько раз, сколько он захочет. Он никогда здесь не найдёт Туза Крести, потому что его здесь просто-напросто нету. Но, что мы сейчас сделаем? Возьмём, откроем коробочек и увидим то, что здесь у нас находится ещё один коробочек. А в этом коробочке у нас есть только одна, единственная карта, которую мы достаём и показываем зрителю, что это Туз Крести. Вот такой вот, ребятки, очень классный эффектный фокус картами. Ну и давайте-ка прийдём к обучению. Ну а перед началом краткого обзора на вот этот вот реквизит, который называется Reload. Я хотел бы вам порекомендовать свой сайт, который вы найдёте по ссылочке в описании. Игральные карты, реквизиты, различные DVD-книги и так далее. Всё, что необходимо для фокусника, для менталиста и так далее. В общем-то, да и вот этот вот реквизит вы сможете найти именно там, по очень крутой цене. Кстати говоря, меня до сих пор спрашивают, почему такие низкие цены на вот эти вот реквизиты от ребят из Joker Magic. Потому что, как я говорил перед предыдущим обзором, все сразу побежали, посмотрели на вот этот вот сайт, вот этот вот сайт. И потом, конечно же, обалдели, почему там реквизит стоит 30 евро, а у меня он стоит там 15 долларов. Всё дело в том, что эти ребята молодцы. Они со мной сотрудничают, они дают по низкой цене, и я вам отдаю также по низкой цене. Поэтому знайте, у кого покупать. Конечно же, ещё есть очень крутая книга, которая называется «Психо». И вот она, кстати говоря, безумно крутая, очень сильно зашла всем тем, кто её приобрёл. Если что, переходите по ссылочке в описании. Книга от ребят из «Моиментализм». Я уже с ними давно сотрудничаю, и вы её сможете приобрести по очень крутой скидке. Да-да-да. И плюс ещё, конечно же, я же не знаю, что вам рекомендовать. Короче говоря, по ссылочкам в описании всё. Смотрите, реквизиты смотрите, карты смотрите. Самое главное, не забудьте про купон, который называется «Я с обзора». И даст вам он скидку в 5% на любой заказ. Ну и мы давайте-ка начнём. Данный реквизит, который называется «Релод», он в себя включает вот такой вот «Джокер» для навязывания. И этот «Джокер», секрет этого «Джокера» я вам раскрывать не буду. Вот такой вот у нас есть «Байсикл», маленький коробочек. И в этом коробочке, именно вот в этом, который реквизит первый открытый будет, здесь будет именно вот этот вот туз «Крести» с обзора. Поэтому вам не нужно будет никакую карту мять. И плюс ещё у нас идёт вот такой вот коробочек, коробочек «Гиммик», который включает место для этого маленького коробочка. Ну и также ещё у нас есть вот такая вот специальная бумажечка. Здесь у нас QR-код и ссылка на реквизит этот, на подробное обучение от ребят из «Джокер Мэджик». Ну и в итоге давайте-ка мы сейчас с вами кратенько посмотрим, как этот фокус сделать. Что мы делаем? Берём колоду, соответственно, цвета, как и сам вот этот вот реквизит. Значит, у меня есть «Байсикл секонд», я взял, чтобы не жалко было мять карту. И теперь мы смотрим, какая у нас карта для навязывания вот здесь вот находится. Здесь находится, например, туз «Крести». Вы берёте, находите в своей колоде, где не жалко помять карту, туз «Крести», и сгибаете его вот так вот в эту вот маленькую коробочку. Вот так вот, квадратиком. Раз и два. Наполовинку и наполовинку. Засовываете сюда, и потом вот этот вот коробочек засовываете вот в вот это вот пространство, где у нас находится отсек для этой маленькой колоды. Вот это же вы кладёте в колоду, будто бы это обычная карта, и засовываете также сюда. То есть вот это вот у нас главная подготовка к демонстрации фокуса. После чего вы берёте вот так вот колоду, маленькая колода у вас находится в руке, вы аккуратненько достаёте это всё перпендикулярно к зрителю. То есть вот так нужно держать колоду не под наклоном, не вот так вот как-то, а именно вот так вот к зрителю. Достаёте, значит, карты. Сразу же придавливаете этот коробочек, чтобы он туда засел. И закрываете коробочек. Всё. После чего навязываете очень классным образом туз «Крести». Потом, как это было в демонстрации, кто не видел, перемотайте, посмотрите. И потом вот так вот берёте и говорите, что найди здесь туз «Крести». Понятное дело, он его не находит. Мы берём, и вот это очень классный эффект, когда мы достаём вот такой коробочек там, где находилась колода. То есть там вроде бы места нету, но на самом-то деле место там есть, и появляется у нас вот такой коробочек, где мы находим вот такую вот одну маленькую карту, потом уже больше, и в итоге там туз «Крести». Короче говоря, ребятки, очень классный и эффектный фокус с картами. Всем спасибо за внимание. Релод реквизит. Ссылочки в описании. До новых встреч. Пока.